На связи Украина 365 Стоит подчеркнуть, что на аэродромах в Энгельсе и Ейске в преддверии атаки в СУ могли находиться около 40 военных самолетов. Такой вывод сделали исследователи проекта «Схема». Они изучили спутниковые снимки российских аэродромов. Также сообщается об атаке еще одного аэродрома в Курске, но пока что по нему подробностей нет. Накануне сообщалось о том, что российские оккупанты потеряли сразу 6 самолетов после того, как в ночь на 5 апреля был совершен удар дронами по авиабазе «Морозовск» в стране-агрессоре России. Еще 8 вражеских бортов были повреждены. Военно-политический обозреватель группы информационной сопротивления Александр Коваленко обратил внимание на интересную деталь. Он отметил, что именно сегодня, 5 апреля, Объединенная авиастроительная корпорация «ОАК» отправила первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34 в количестве двух единец. Эти самолеты были изготовлены на новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Этой же ночью был нанесен очередной удар некоторыми дронами по авиабазе «Морозовск», где размещались на момент удара не менее 19 СУ-34, 1 СУ-30, 5 СУ-27 и несколько одниц вертолетной техники, в том числе Ми-8, отметил Коваленко. Он напомнил, что, согласно предварительным данным, было уничтожено 6 единиц вражеской техники и повреждено 8. Напомню, что в ночь на 17 декабря прошлого года на авиабазе «Морозовск» также имел место инцидент, в ходе которого как минимум один СУ-34 потерял баланс земля-воздух. В общем, два самолета получили, шесть потеряли. Не знаю, как вам, а, как по мне, отличный баланс. Подытожил Коваленко. В непризнанном Приднестровье российские алканавты из местного оккупационного контингента ударили дроном «Камикадзе» по воинской части своих союзников из ПМР в шести километрах от границы с Украиной. Как сообщают местные СМИ, целью была радиолокационная станция, к которой были нанесены незначительные повреждения. Ну, не знаем. Судя по фото, максимум, что было повреждено, так это слуховые аппараты пары местных кротов. Армения сближается с Западом. На встрече с ее премьером Пашиняном в Брюсселе представители ЕС и США анонсировали новую программу партнерства и увеличения помощи. Дальнейшее сближание Армении с Западом обсудили в пятницу 5 апреля в Брюсселе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен. Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую амбициозную программу партнерства между ЕС и Арменией, в частности, план, в рамках которого Еревану будет выделено 270 миллионов евро в виде гранта в течение четырех лет, чтобы сделать экономику и общество Армении более прочными и устойчивыми. Эти деньги предназначены на поддержку бизнеса, модернизацию и диверсификацию рынков. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала новые инвестиции в инфраструктурные проекты. Со своей стороны, Энтони Блинкен заверил, что США инвестируют в усилия, которые согласуются с реформами армянского правительства в области управления и экономики. Вашингтон планирует предоставить Еревану свыше 65 миллионов долларов помощи из бюджетных фондов, что более чем на 50% превышает предыдущую выделенную сумму. Глава Госдепартамента США сообщила о намерении поддержать, наращивать поддержку демократической и экономической устойчивости Армении. Никол Пашинян заявил, что сегодняшний диалог на высоком уровне означает расширение партнерства Армении, США и ЕС. Несмотря на то, что Армения столкнулась с многими кризисами, она добилась значительного прогресса в обеспечении демократии, заявил премьер. Страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально присоединиться к полномасштабной агрессии против Украины. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью. Об этом на условии анонимности сообщил высокопоставленный чиновник НАТО. Он отметил, что Беларусь пока не проявляет интереса к тому, чтобы официально вступать в войну и становиться стороной конфликта. «Лукашенко должен осознавать, что весь вес санкционных мер, которые союзники наложили на Россию, будет также применен к Беларуси, если белорусские войска будут проводить наступательные операции против Украины», – сказал чиновник НАТО. Напомню, что 2 апреля Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но ради мира. Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а вооруженным силам поставляются разные виды оружия и техники. «Русский добровольческий корпус сумел запустить подпольную борьбу в РФ и недавно получил от российских партизан важные документы по производству ракет, сразу же передав эти данные в ССУ. «Мы знаем маршруты новых калибров и места, где они хранятся», – заявил командир РДК Денис Никитин во время беседы с Марком Фигиным. Также российский доброволец высказался о важнейших задачах, которые сегодня выполняют РДК, Легион Свобода России и СИБАТ на территории РФ. «Я прекрасно понимаю, что тягаться один на один со всей военной машины Министерства обороны РФ довольно сложно даже в ССУ. Что уж говорить о нас», – сказал Вайтрекс. «Но мы ждем и приближаем ситуацию политического хаоса в России. И одна из задач, которую мы ставим в наших рейдах и атаках, заключается в том, чтобы нагружать военно-политическую машину под названием РФ. Понятно, что война и так требует огромных сил и средств и напряжения всех узлов этой системы. А здесь еще и мы повышаем градус», – сказал он. Правительство Индонезии не спешит реализовать договоренность и закупить у России партию истребителей Су-35. С одной стороны, индонезийцы опасаются санкционного давления со стороны США. С другой, российские машины, как оказалось, могут быть не покармановые от страны в плане обслуживания. Об этом говорится в материале Bulgarian Military от 5 апреля. Обозреватели пишут, что Индонезия справедливо желает не попадать под действия КАЦА – федеральный закон США о противостоянии противникам Америки посредством санкций, так как в противном случае отношения с Штатами могут заметно испортиться. Эти санкции могут остановить торговлю США и поставки оборонного оборудования в Индонезию. Причем, по иронии судьбы, для своей военной модернизации Индонезия как раз отчаянно нуждается именно в оборонном оборудовании США. Без него, отметили военные специалисты страны, модернизация вооруженных сил сильно застопорится. Однако причина, по которой Индонезия не торопится обзавестись российскими Су-35, может крыться в другом. Впрочем, Москва сообщила, что никакого официального сообщения от Индонезии о расторжении сделки не получала. Авторы материала отмечают, что бытует распространенное мнение о западных военных технологиях, которые, дескать, прошли боевые испытания, отличаются долговечностью. Но цены на такие системы вооружения могут кусаться, и для некоторых стран их приобретение может стать обременительным. И напротив, российский ВПК может предложить более выгодные контракты, однако не все так однозначно. Действительно, хотя первоначальные инвестиции в оборонное оборудование западного производства могут показаться Индонезии значительными, они становятся более доступными, если учесть стоимость запасных частей обслуживания и эксплуатации. И наоборот, когда речь о российском оборудовании, оно может изначально показаться выгодным, но в долгосрочной перспективе оно оказывается дороже. Например, с учетом расходов на обслуживание и эксплуатацию, полет на Индонезийском Су-30 обходится в 18 тысяч долларов за каждый час пребывания в воздухе. Учтите, что каждые 1500 летных часов Су-30 требует ремонта, и затраты на него возрастают почти до 27 миллионов долларов в год. Для сравнения, стоимость модернизации и обслуживания Индонезийского F-16 составляет чуть более 19 миллионов долларов за каждую единицу, подчеркивают обозреватели. Украина вскоре применит против РФ дальнобойные беспилотники, которые могут атаковать Урал и Заполярье. Бупола с дальностью до 2000 километров и даже 3300 километров должны восполнить дефицит у Киева ракет средней и большой дальности. Об этом пишет немецкая газета Билл, ссылаясь на источник. Как говорится в статье под названием «Украина нацелилась на арктические базы Путина», обнародованная вечером 4 апреля. За последние недели Украина доказала, что ее дроны могут летать все дальше и дальше, атакуя все глубже и глубже внутри РФ. По информации издания, уже в этом году Украина сможет применять Бупола с дальностью до 2000 километров и больше. Ракеты остались в прошлом, Бупола – это будущее, сказал источник Билл. По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят вооруженным силам Украины дроны с дальнобойностью до 2500 километров. А киевское конструкторское бюро «Луч» разработало Бупола «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 километров. По расчетам Билл, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области РФ, где расположены около 80 военных баз. Среди них – аэродром «Оленья», где базируются стратегические бомбардировщики. Похоже, что российский диктатор Владимир Путин окончательно запутался в собственных заявлениях по поводу теракта ИГИЛ в Кроку-Сити-Холле. Так, еще 25 марта он признавал, что за нападением на концертный зал в Подмосковье стоят исламисты, но уже 4 апреля неожиданно изменил свои показания. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Совершено руками радикальных исламистов. Утверждал глава кремлевского режима спустя несколько дней после теракта. Однако прошло еще немного времени, и глава Кремля позабыл о своих словах, начав выгораживать ИГИЛ ради фейковой версии спецслужбы РФ о якобы украинском следе. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил Путин, отрицая объективную реальность. Турция останавливает поставки в Россию. Турция и Китай в прошедшие два года стали для России главными центрами импорта, наряду со странами Центральной Азии. Через них в больших объемах поступали как потребительские товары, так и промышленное и технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства вооружений. Но в результате ужесточения контроля за соблюдением санкций со стороны США в случае с Турцией и Евросоюза, изобильные до нынешнего года товарные потоки начинают иссякать, пишет The Moscow Times. Согласно опубликованным в четверг предварительным данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале рухнул на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно такого же падения ждут по итогам текущего года в Ассоциации экспортеров машинного оборудования, насчитывающей 22 тысячи членов. Поставки в этом секторе могут сократиться на 1 миллиард долларов из-за неоднозначных и быстро расширяющихся санкций, особенно в отношении товаров, которые могут быть использованы для производства оружия, сообщил Bloomberg, председатель Ассоциации Котлу-Каравели-Углу. Масштаб ожидающегося падения, по его словам, равен третьей прошлогодней продаж, а пока сильнее всего пострадал экспорт в Россию станков, топливных насосов и электромоторов. Каравели-Углу пояснил, для любой серьезной компании-производителя машинного оборудования не представляется возможным сохранять прежний интерес к России в свете возрастающего давления на банковскую систему и цепочки поставок. В месячном измерении экспорт в Россию достиг пика в декабре 2022 года, когда он составил 991,4 миллиона долларов. Затем поставки стали постепенно снижаться, но в течение прошлого года месячный показатель колебался около отметки 800 миллионов долларов. Обвал до 553,9 миллионов долларов произошел в январе. Месяцем ранее Министерство финансов США объявило о расширении полномочий по введению вторичных санкций, в том числе против банков, обрабатывающих платежи за поставки в Россию. Кроме того, американские чиновники в течение прошлого года неоднократно посещали Турцию, добиваясь соблюдения санкционного режима и прекращения экспорта в Россию электронных компонентов. Чиновники Еврокомиссии также вели переговоры с турецкими властями, а в конце прошлого года в 13-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию станков, оборудования и компонентов, используемых для производства вооружений. Также были ужесточены меры надзора за соблюдением ранее принятых санкций, в том числе в отношении третьих стран. Мы видим все более пристальное внимание со стороны регулирующих органов, особенно в отношении металлургического, горнодобывающего, строительного, аэрокосмического и производственного секторов России, говорит Тан Албайрак, юрист по санкциям и экспортному контролю Рид Смит. Прежде всего, западные страны пытаются не допустить попадания в Россию таких компонентов, как детали машин, микросхемы и печатной платы, отмечает он. Большинство этих товаров имеют как гражданское, так и военное применение. Они могут быть использованы в стиральном машине, а могут и в боевом танке. С поставками из Китая в последние месяцы также возникают ощутимые проблемы. Китайские банки стали соблюдать санкции против России даже в большей степени, чем необходимо, показал проведенный The Moscow Times опрос российских импортеров. Серьезные проблемы начались с февраля. У некоторых отправленные платежи висят в китайских банках уже больше месяца. У других банки неделями могут запрашивать документы по контактам, целям покупки и гарантии того, что конечный покупатель не связан с российской армией или ВПК. Продолжение следует...